Лена Маршинина души не чает в этих животных. В клуб любителей лошадей она ходит уже пять лет. Ее любимец здесь жеребец тайфун. У них словно один характер на двоих. Со слов Лены этот конь понимает ее по едва уловимым жестам. Когда мы работаем с тайфуном мы как одно целое рассказывает Лена. И это главное в общении с лошадью взаимопонимание на первом месте. Лошадь это очень грациозное то есть как божественное животное без него не получается уже никак. Хорошее животное очень расслабляет то есть форму приводит. Демид наездник с большим опытом. Молодой человек окончил курсы тренеров в Рязани. Лошадь для него в первую очередь партнер и друг. Наездник знает все повадки и привычки своих любимцев. Наперед предугадывает их поведение. Говорит что в общении с лошадьми нужно уметь показать кто хозяин иначе они не будут слушаться. Но важно не забывать про любовь и ласку. Тогда возможно вы найдете себе лучшего друга. Лошади умные и преданные животные рассказывает Демид. Плюс ко всему дружба с этими животными приносит здоровье. Общение с лошадью в первую очередь лечит психику. Успокаивает, помогает просто во многих психических планах. Есть лечение даже ипотерапия называется на лошадях. Лечится ДЦП, аутизм, доутизм. Все вот эти болезни лечатся ипотерапией. Клуб любителей лошадей существует в городе 8 лет. В хозяйстве семьи Ивановых 4 лошади. Кто-то приходит сюда обочаться в верховой езде. Кто-то просто получить удовольствие от общения с этими грациозными животными. Это жеребец серый. Ему уже 12 лет. У каждой лошади, как известно, свой характер и свой нрав. Этот красавец обладает диким и непокладистым нравом. Но за это здесь все его и любят. Жеребец серый любимчик хозяина. Только Демида он слушает беспрекословно. Есть в хулиган. Шотландский пони Бабур любит проказничать. Со слов Демида, он и дня боржить не может, чтобы что-нибудь не натворить. Здесь его называют маленький диволенок. Бабур участвовал в скачках в Екатеринбурге. Пришел к финишу вторым, проиграв только своему брату. Лошади занимают большую часть жизни Демида. На его памяти множество историй, связанных с этими красавцами. Я помню такую историю, которая мне никогда не забудется. Я говорю, изначально у меня родители начали заниматься. Мне было лет еще немного. И отец вот на этой поляне тренировался вот на нем. Вспоминал, как ездить. Он в армии занимался конной подготовкой. И в один прекрасный день он, сын, давай, надо учиться. Посадил меня, начал шагать. И потом, что-то мне жарко стало, курточку начал снимать. И он испугался и скинул меня. Упало так сильно, что как бы мало не показалось. Ну, после этого одолел страх, заново сел. Ну и вот, по сей день. Уход за лошадью – большая ответственность. Это требует определенных навыков и больших затрат. Эти животные нуждаются в любви и хорошем уходе. У Демида большие планы на будущее. Молодой человек хочет открыть конно-спортивный клуб в Екатеринбурге. По ставленной цели он уверенно скачет на своем верном скакуне. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Новости нашего города.